Здорово, братья! Всем мое почтение! 5 часов 33 минуты времени местного Иркутского 1 октября С чем вас сердечно и поздравляю Половина Черемхова За бортом 0 Пока еще темно Пока мы тут сейчас до Тайшета доедем Объедем Тайшет Выездим туда На Чунский автобан В сторону Чунского Народу на обочинах спит Стоянка маленькая Места немного Так вот к тому времени пока мы туда доедем Я думаю уже начнет цветать Я думал будет холодно Вчера остановился было ноль и сейчас только Я думал градусов 5 морозов будет Но мне нормально Мороза нет пока Вчера дядька охранник говорит, что это По прогнозу у них до января даже снега тут особо-то Не намечается По осенью будет очень тепло Вообще этот год такой какой-то Високостный Кошмар Кругом проблемы Пандемии Революции Войны Что-то трен поймешь, что делается С погодой непонятно что В общем так 164 до места Но ноль будет немножко побольше 33 километра 32 до Тайшета На поворот на Тайшет Мы там чуть-чуть дальше проедем У меня парнишка Максим, с которым вчера общались Еще раз привет, все дружище Кто мне говорил Сейчас я посмотрю Если еще связь Совсем не кончилась Я забыл название Деревнику Нам не нужно свернуться Байроновка Вот Надо обойти Тайшет Получается по кругу И потом через Байроновку проехать И получается вообще город Тайшет сам по себе не зацепит Ну поехали Посмотрим Что из этого мероприятия получится Что-то так попучится Долго мучится На мосту дорога плех Очень плех Через Бирюсу Самой Бирюсы не видно Поверьте на слово Это речка На всей дороге досталось Три поста Два из них в Иркутской области Один в Амурской Таких Серьезных Бирюса 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 Сигналик не стали Пускай пацаны отдыхают Зачем будить Вот мы и подобрались Байроновка должна быть здесь Указателем БЭВА Так и есть Все как Макс сказал Ну что съезжаем До свидания Дорога Там вот Сейчас за кустами не видно Деревьями Но уже На востоке Начинает Потихонечку Виднеть Отсюда 126 Поехали Что нас тут ждет Эти 126 километров Интересного По документам у нас Растаможка на месте Не знаю В Чунском таможне Куда там таможня Конкретно Прибыль Чунский Улица Ленина Там что-то 56 По-моему Растаможка Именно там Уточняли это Несколько раз Едем Видите Здесь аж Дорога новая Вся б такая была Видно здесь Недавно Сменили Кровейку На асфальт Участок Автомобильной Дороги Тайшетчуна Братск До 140 30 километров Дорожную службу Филиал Тайшетски Обслуживает Угнали Парабанная Дробь Друндундундун Как Максим Скалочек Километров 20 Наверное Будет асфальт А потом Все А потом все Финита Ля комедия Ахтун Кавтобанен Проехал 107 километров Начинается веселье Мы поедем Мы помчимся На оленях Утром ранним Так все 107 Меня даже Кто-то Нагоняет Ну вот Как раз Цветает Будем ехать Требуваться Красотой Местной На дорогу Стараться Не смотреть У меня тоже Дальний есть Вот какого-то Даже населенного Пункта Доехали Квиток Называется Что сказать Пока Осталось 84 То ли Местами Местами Вот так Лэп Крадемся Сзади меня Лизертранс Ездит По-моему Даже тут Что-то пытался В рацию кричать Но я так понял У него сразу И все Там полная Беда Справа Через один Класс Правда тут уже Принесли Что там Короче К девчонскому По какому адресу Мне надо ехать Там вообще отделение Сбербанка Находится Чтоб вот не получилось Так сейчас Приедем в Чунске Потом Ну не в Чунске Нам вообще Выгружаться Октябрьский Это Чунский район Это короче Получается Не доезжая Отсюда Чунского Еще ближе Вот наверное Поеду я туда Потому что Заказчик Экспедитор Мамой Клянется Что нам Растамаживаться Здесь на месте Ему Может А таможен Нижнеудинский Таможенный пост Может На все-таки В Нижнеудинск Надо сначала Нет Горит Мамой Клянусь Вам Сюда Вот Чуна Семьдесят Девять Смотри Цивилизация Вон Лидзер Тоже куда-то Чешет Ну наверное Туда же Главное Чтобы он Не ехал В Братск Держаться Правее По главной Дороге Посмотрим Приедем туда По этому адресу Там все разузнаем Че что Сберемся Телефона нет Контактного Вот что плохо Был бы какой-то Телефон Контактный Е-мое Что тут Двадцать Еще тут Сейчас ДТП Учудим Три машины На всю деревню Зато Смотрите Какие Тут у них Центры Всякие Машиномонтаж Вон Дровосейки Вот Поэтому Не знаю Посмотрим Сейчас Но Зимой Здесь Ловить Нечего Однозначно Зимой Сюда На одной Ноге Саваться Не Рекомендуется Лидер Вон Понес И не Видать Его Даже Вот так Сейчас Стал Если Так Будет То Бог С ним Не Сильно Раздолбан Мишки Есть Кто Живой Сейчас Клинка Мяукнет Из-за Кустов Нам Нам Не Привыкать Скажи Кормилица У нас Тренировки На следующем Году Магадан Запланирован Вот Снежочек Идет Какой-то Такой Не то Что Снежочек Непонятное Что-то Что-то Сыпется Такое Паскудненькое Главное Что Рассвело Можно Ехать Рассвело Рассвело Что-то Лизер Встал Места Где Прикладоваться Решил Меня Вперед Распустить Да Тут Становится Все Веселее Веселее Судя По тому По той Глине Которая Здесь Дожди Прошли Было бы Сухо А так Вот Стало Совсем Не сухо И Становится Совсем Интересно Все равно Никаких Вариантов Не развернуться Ничего Здесь Только Вперед Не разводишь Точно Подъем Ничего Нормально Идет Даже Не буксует По Накатанности Я смотрю Здесь Трафик Очень Серьезный Дорожка Тут Просто Заргут В кавычках Продолжение следует Совсем не накатывает пицца Да, хорошие дожди тут все раскисает Конечно Очередной больем и здрасте Чунский район На одну корочку так даже с подшлифовкой поднимался Не укатана, рыхлая И так она чуть-чуть даже, чуть-чуть тонуть начинала Так и что, идем Лизер там сзади крадется Но он меня в натуре вперед пустил Он думал, сначала я его пустил вперед, я там останавливался Сейчас он меня пропустил Вот такие вот места как бы неприятные А вот здесь, чтобы не утонуть Ну ничего, едем Пятьдесят девять осталось и мы на месте Затолкаем чу-что Там вот что-то впереди у нас даже просветление какое-то Да, снежок вот видите мокренький идет Очередной хребет Залезли Опять на спуск И вон там опять на подъем Вот такой тут автобанан Шаг вправо и все Там и останешься вот в этой кучке Вот так вот, братцы По такому милому Симпатичному бездорожью Ой Ну а сейчас снова асфальт впереди пойдет Смотрите Последние километров двадцать Асфальта не было Было милое, симпатичное бездорожье Смотрите, раз Как надолго не знаю Пятьдесят один километр мне до места осталось Нифига себе До шестидесяти разогнался Огонь Когда я как вспомнил этот Въехали Когда В двенадцатом году Порт Шевченко я ходил Ну это вот Актау Актау налево А порт Шевченко направо Шевченко, а потом еще сам порт Шевченко Чтоб я возил туда там оборудование какое-то Вот, а вот до Бейнео доезжаешь через Казахстан Это в Казахстане Восточном Западной До Бейнео доезжаешь Так На Успечку прямо А ты уходишь направо И все Километров, наверное, 15 еще проезжаешь Вот, типа вот такого асфальта Ну только похуже И потом раз Дорога заканчивается Остается грейдер Короче, насыпь Хочешь справа есть, хочешь слева, хочешь по центру Как хочешь Наверное, если 15 разогнался Ты уже считала, что Во Так 220 километров Да Шетпе, по-моему Или Шепте Или Шетпе Поселка Вот после него уже дальше туда До Актау Потом Ну Актау налево Т-образный перекрест Тогда развилки До Шевченко Там уже асфальт Сейчас говорят Там уже все сделали А тогда все Вот просто насыпь, грейдер Хочешь слева, хочешь справа Хочешь по центру По центру невозможно Там вообще едешь 3 километра в час 5 Сбоку еще так Волон 45 градусов Встанешь так И ничего Где-то 10 Где-то 12 15 Это все считала Летит А зимой Это на обратном пути Мы на неделю Там Печевали Потом в этом поселке Замело у нас там Совсем Весело было Сейчас говорят сделали Дорогу там вообще класс Еще и никого Вообще Разъезды только указатели Разъезд первый Разъезд Пятый 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 И все И верблюды Вся живность И этот Перевал там их Монота Называется И больше нет Никто Ну посмотрим Сколько тут асфальта Может уже прям до самой тюны Так Так их припись можно Потихонечку Не спеша 50-60 Торопиться некуда Едем мы уже Два часа Вот от того момента Как я свернул Вот мы уже едем два часа Не знаю Видно вам Не видно Кто это он по дороге Он полетел Лухарь наверное Он с дороги взлетел Только что Строю такой Пошел Он напрещу В тайгу У нас опять асфальт закончился Вернее не опять А снова Вот Три тонны на о Сейчас будет Заревянный мостик Век воли не видать Река Джиды Кан Ага Аварийный мост Нет Не заревянный Что в принципе Не намного лучше Там-та-та-дам Та-та-дам Там-там-там Давай поехали Поехали Еще нам Чуть-чуть осталось По проселочным дорогам Мы крадемся Милая симпатичная Бездорожье Что Огонь Вон там Видите Целых Сто метров асфальта Впереди Может там Деревянный Мостик Он тоже Еще какой-то Я уже сегодня Один переезжал Но еще темно было Только вот Въехал Ну съехал сюда И Был деревянный Там какой-то Вот То есть деревня Уже забыл название Ой Этот вообще Две тонны на ось Тут максимум на чем На уазиках Их можно ездить Не Не деревянный Не деревянный Что-то опять Лидер где-то пропал Не видать То появится в поле зрения То исчезнет Сюрприз Сюрприз Это вам не по Испаниям Колесить С Франциями Да его и не видать Где он там В грибы пошел что-ли А не Он нарисовался На самом верху Ну в общем Вот как-то так Ай Какая красота Река Чуна Песня Сказка Смотрите Вот куда надо Приходить с холстом И если б я умел рисовать Я бы это нарисовал Уж чего-чего От данного таланту Бог не дал Все мы подгребаем Гостиница Бар Сауна Прачечная Стоянка О как Че как тут Резюмировать Да Две трети этого расстояния Асфальт Местами Хреновый Местами более-менее Местами даже новый Как здесь Вот например Если в Братск Прямо Говорят дальше Там вообще дороги нет Не знаю Не поедем Узнавать Ну и одна Треть Гравейки Сразу там Гравейка Как стиральная доска А потом Такая вот Глинистая В общем-то Ничего Страшного Такого Не замечено Было Единственное Что конечно Да Зимой Вот Октябрьский Тоже прямо указано Вот нам в Октябрьском Выгружаться Кстати Зимой бы Я бы конечно Не рекомендовал Себе сюда ехать Я сильно Сомневаюсь Что эту Дорогу Чистят Один там Даже как Тещин язычок Такой был Хороший Такой затяжной Подъем Ну и естественно Вот такая вот С хребта На хребет С хребта На хребет Братск Прямо Чунский Направо Октябрьский Налево Но едем В Чунский Все таки Есть там Таможня Там Погуглили Посмотрели Да Таможенный Пост Нижнеудинский Все дела И адрес Этот указан Куда мне А я Ему Посмотрим На следующем Повороте Поверните Направо Ну нам Однозначно Но таможню Поэтому Поверните Направо Поэтому поехали 5 километров До места Получилось Съехал Я сюда 3 часа 3 с копейками Вот 120 километров Оттуда От границы Ну Интересно От границы Привычка На границе От дороги От Федеральной В общем То И не все Так страшно Но Срезать На братской Этой дороге Я бы не советовал Приехали Приехали уже Торопиться А потом туда В октябрьский Поехать Выгрузиться Время 15 минут Десятого Нормально Все Как Пока По фэншую Что будет Дальше Сейчас Мы Посмотрим Меня Смущает Растамушка Готовьтесь К правому Повороту Через 800 метров Смущает Она Меня Как Пришлось Ждать Все 16 Машин Вот В чем Дело Так Железаки Никакой Тут Нету Хотя Мы Планируем Еще Рейсик Зацепить Но Это С условием Того Что Если Нас Тут Оперативно Все Сделают Хотя Бы За Два Дня Конечно Мечтать Что Сегодня Растамужит Сегодня Раз Не Ну Помечтать Можно Что Сегодня Выгрузят Мечтать Не Вредно Вредно Не Мечтать Какие Тут Лужи Вот Так Вот Нам Через 300 Метров Надо Повернуть Направо На Следующем Повороте Поверните Направо Ну На Грузовикам Запрещено На Следующем Повороте Поверните Направо То Что Запрещено Это Еще Ни О чем Не Говорит Тоже Мне Великий Центр Называется Да Что Плесовозы Здесь Не ползали Поэтому Надо Приехать По Этому Адресу А потом Уже Будем Здесь Решать У меня Плохо У меня Нет Ни Одного Контактного Телефона Я позвонил Б И Мы Это Дело Б Решили Через 300 метров Поверните Наверное Так Вот Будем На Дороге Печевать Тут Твы 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 Помненный Язык Через Стос Метро По Главной Дороге Держитесь Левее Машину Естественно Мы Уже К сожалению Вымазали Никак Тут Не Проедешь Чтоб Не Вымазать Сейчас Глата Направо Кричит Надо Повернуть Ну Да И Вторая Через Двести Восемь Семь Поверните Налево Наль За бортом Так вот Снежок Мелкий Такой Вот Сынепится Сынепится Налево Вернем На следующем повороте Поверните Направо Вот и есть По идее Я грузился Вернее Не я Миша Грузился Четвертым Логично Предположить Что уже Ну С одной Машиной Еще Две машины Перед этим Белорусские Грузились Впереди Идея Они уже Должны Быть Здесь Не знаю Сейчас Посмотрим Остался Один Километр Если мы Кого-нибудь Увидим Это уже Будет Приятель Значит Мы Правильным Курсом Идем Пришли Так Вот она Улица Ленина Да Улица Ленина Господи Сейчас Скажу Улица Ленина Дом 56 А Ага Держитесь Ленина Затем Не будите В конечном Через 260 Так Дарья Батьковна Помолчи Автомир 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 Вот это Наверное Зеленое Здание Может быть Таможня Нет С левой Стороны Флаг Какой-то Зеленое Обычно Таможня Не все Зелененькие С днем Победы Нет Это Полиция 200 метров Осталось Короче Надо Наверное Мне здесь Сейчас Прижаться И Наверное Пойти Пешочком Прогуляться Куда-нибудь Почта Россия Банк России Пойдем Пойдем Посмотрим По идее Прибыли Вопрос Только Куда Прибыли Прибыли Мы все нормально По адресу Дальше Там нашел Я таможню Сдал Документы Грузился Между Четвертой Приехали Первые Начинаются Другие Заморочки Они мне Мне уже В таможне Сказали Что В октябрьском Лесопилке Стат СВХ Зона Действия СВХ Закончилась Сейчас Они будут Что-то Уточнять Решать Знаю Снег Идет Ни Таможня Не в этом Стане В дом Следующий Сейчас Я поеду Там Развернусь И Тут Кармашек Есть Прям Кармашек Заталка Там Какая-то Маленькая Фигня Стоит Рядом С этой Маленькой Фигней Я Заталкаюсь Сейчас Надо Развернуться Поехать Таможня Вот здесь Вот сюда Заходишь Потом Вот отсюда Просто С правой Стороны Не хочу Ломать Вот так Сюда Прямо Я загоню И Пускай Она Здесь Стоит Сейчас Мы Развернемся И Говорит Они Этот Ну Оформляют Эту Зону Если Они Это Оформляют Я Один Раз Оформление Зоны 21 День Прождал Так Здесь Я не Развернусь Понятно Ехали Поищем Где Пошире Наверное Вот здесь Пошире По суше Так Так Сейчас Сейчас Мы Его Прямо Заталкаем Думаю Думаю Местные Потерпят Пару Минут Минутку Короче Вот такую Хрень Я один раз Прождал Вот Мы тоже Привезли Оборудование Это было В Егорьевске И мы ждали 21 День Пока Сделают Откроют Зону СВХ На месте На заводе Там Чтобы потом Это все Оборудование Там Собрать И разгрузить То есть И растаможить По частям Его растаможить Получается Нельзя Все Сейчас Я их тут Немножко Пропущу Всех Они Проедут И вот сюда Вот Затолкаем Ну и будем Стоять Тут уже Туда Решать Дальше Все Как всегда Как это Тут Выехать Такое Движение Какое-то Дикое Здесь В Москве Прямо Дайте я Выеду Потом Поехали Как и предполагал Как выгружать Будет Разгрузят Все это На склад Исуха В этом Октябрьском Потом Когда Все машины Все это Железо Сюда Туда Свезут Через 950 Его Растаможат Потом Подадут Декларацию Растаможат И будут Уже Потом Монтировать У нас Все Машины Пришли А зона СВХ Еще не Готова Вот Сейчас Тут я Созвонился Уже Дали мне Телефон Человек Который Занимается Он только Вчера Подал Оформление Зоны Сегодня Там Таможня Осматривает Сегодня Четверг Две машины Говорит Уже Там Стоит Вот Это Наверное Белорус Две Первых Машины Сейчас Мы Туда Едем Здесь Нам Делать Нечего Здесь Нам Нужно Нам Нужно Туда Как Только Зона Будет Готова Он Забирает Документы Везет Сюда В Чунске Здесь Закрывают Доставку Нас Там Выгружают Даже Пока Выгружают Везет В Чунске А Растаможка Уже Все Остальные Бумажные Процедуры Это Но Вот Он Соня Подал Сказал Что Соня Там Инспектор Якобы Осматривает Я Соня Четверка Я Очень Сильно Сомневаюсь Что Завтра В пятницу Что То Они Сделают Поэтому Настраиваем Себя Что Сегодня Завтра Послезавтра После Послезавтра Мы Будем Делать Что Правильно Печевать Здесь В этом Октябрьском Но здесь Стоять Никакого Резона Нет Нам Потом Сюда Даже Ехать Не Надо Будет Наши Документы Просто Сходят Растоможен Поэтому Ездим Туда К тем Машинам Ну Что Вариантов Никаких Будем Стоять Мы Немножко Опоздали Нельзя Было Это Подать Раньше Скажите Нельзя Было Можно Ну Все Через Одно Место Все Как Всегда Я Так Егорьевский Один раз Двадцать Один День Отстоял Загрузился Седьмой Приехал Первый И 21 День Там Отпичевал Вот Точно Так Же Егорьевский Оборудование По-моему Памперсы Делать Или Что И Тоже Нужно Выгружать Зону СВХ На Складе На Самой Таможне Выгрузить Не Могут Потому Что Оборудование Очень Много Ну Сами Понимаете Столько Там Машин Много Было Нас Машин С 20 Наверное Там Было Тоже Много И вами все не все так просто лишь бы как сейчас в другой стороны приехал выкинь и потом пускай он оформляет эту зону там понедельник оформить так в понедельник нельзя таможня не может дать добро на разгрузку вот поэтому едем октябрьский здрасте октябрьский место нашего пичевания на ближайшие дни 4 век воли не видать с кем поспорить 10 долларов что не выгрузят на завтра так дядька по телефону сказал будет забор но тут понятно что вам так важно говорит здесь говорит он один лтк понятно градообразующие предприятия естественно что все кто здесь живет все работают на этом лтк ну или у кого него ну чё баллон есть газ есть продукты есть это да ерунда все сам процесс стояния ладно сегодня я тут раз плюс а потом что я бы мне то есть чем заниматься понятно найдем сам процесс стояния такого длительного да еще по такой погоде солярки наш герщи с автономка естественно будет не выключаться 0 градусов заводиться постоянно придется потому что садится будут аккумуляторы пока короче одни минусы ни одного плюса уже кому-то не спится блин 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 так я понимаю вот он а вон я уже вижу и стоят машины с левой стороны сейчас мы куда книга подъедем там у них наверно на территории вот так всегда сначала вот закажут машины приедут акция нету на ней вот так всегда сначала вот закажут машины приедут акция нету на ней они не на территории а возле территории он для искания видите кто это это в т.л. это больше в т.л. ские машины они в этом возле них нет чего хвост им прижаться я так понимаю наверно надо хвост я там какой-то проезд за гараж да я прибыл уже маша в конечный пункт сейчас надо только понять где тут встать так чтобы никому не мешать да бульбаши гродненские две машинки сейчас я подумаю на место то тут хватает может он там возле той почты россии встать блин там лужа сейчас пойдем походим посмотрим где нибудь тут сейчас запаркуемся в общем вот так забору встал а что делать тут мусорка правда гуляете уедут тут шиномонтаж я ему не мешаю если что на территорию не запускают здесь заезд есть что монтажку все нормально все потайни вы не было можно было прядом с гомельскими пацанами стать они спят время еще по беларуси только пол шестого бывшие вы трейловские машины сейчас на гомельских номерах уже ну а так вот он этот лтк ждем теперь заезжать наверно туда дальше въездные вратах он туда стоим здесь возле завода управления ну что сделаешь работа такая едешь-едешь-едешь потупаться 2 смена будем стоять пойдем зашториваться время уже обеденное здесь может пожуем чего-нибудь еще будем заниматься своими делами может спать завалюсь если не встал ни свет ни заря 4 часа утра не спится что-то не знаю 4 утра даже нет ни в 4 в пол четвертого по беларуси было пол 11 же дома еще не ложились я уже поднялся так что пока все ждем движника какого-нибудь и и Продолжение следует...